0-4, 0-9, 20-23. Вы с Олегом Суцкий на моем большом канале. Итак, что для нас важно, еще кроме фронта, конечно, это то, что, по сути, продолжаются ночные обстрелы, уничтожаются города, порты сегодня, Дунайские эти два, и Змаил, и Рене, очень больших, там большие, отбулись пошкоджения в дуже великой терминале, всего и прочего. Те же самое Одесский морский борт, теж зазнав серьезных пошкоджений. Пока про Ильичовск не говорят, думаю, там тоже не так все просто. Что показывают события, что московиты приноровились вот этими шахидами, которые они уже в значительной мере у себя собирают, и заводы уже, в первую очередь, сейчас будет уже окончательно введены. Они прекрасно ориентируются, ничего не может ПВО Украины сделать. И Днепр сегодня там пострадал, и другие территории. Поэтому можно четко говорить, что ПВО Украины очень неэффективна в этом плане. То есть, оно не может защитить на сегодняшний день народно-хозяйственный комплекс. Еще Киев как-то защищают, но не более того. И чтобы ситуация в лучшую сторону изменилась, мы сегодня нигде гаснований не видим. Никаких. Дальше, что необходимо отметить, это, конечно, то, что встреча происходит сегодня в Сочи Путина и Эрдогана. И обсуждается зерновая сделка, ну и вопросы, связанные с переговорами по прекращению огня. А также о том, чтобы все-таки был сделан хаб газовый в Турции для продажи газа российского в Европу. И для того, чтобы там расширивать сотрудничество России и Турции. Там первый блок атомный поставлен, там еще второй и так далее, и так далее. То есть, чтобы Россия и Турция работали в полный рост. Ну вот, как бы, и, видимо, они достигнут достаточных каких-то договоренностей. Очень интересно это по поводу зерновой сделки, конечно. Может быть, договорятся. Но что-то должен такое предложить. Ну, еще по Сирии будут у них серьезные переговоры. Что-то должен Эрдоган предложить Путину, чтобы тот не смог отказаться. Какие-то большие ресурсы, деньги и так далее. Вот такая картина наблюдается в этом плане. То есть, Украину бомбят. Города украинские поддаются колоссальным ударам. Ничего сделать власть не может. ПВО ничего сделать не может. Никаких дополнительных средств защиты от российских систем нет. То есть, мы должны говорить, что, по сути, идет серьезный проигрыш Украине по поводу именно функционирования предприятий Украины и городов. Более того, надо отметить еще такую неприятную вещь, конечно. Это то, что... Ну, я вам сделал видео по фронту. То есть, фронт, по сути, надо говорить, что россияне наступают везде. За исключением вот этого куска Запорожской области, которое там направление секта развивается в районе Вербове и Новопрокоповка. Вот. И там, да, там идет прорыв. И пробита первая линия их обороны. И частично вторая пробита. И, по сути, приближается очень плохая для них ситуация. Ну, тут кто кого. Или московиты пробьют, я уже говорил, вот эту линию от Купенска до Лимана. И тогда рухнет фронт. И начнется бегство украинской армии. И, конечно, свержение нынешнего режима будет однозначно. Или все-таки произойдут события, когда украинским воинам удастся пробить вот этот сектор. Пока, как говорится, шансы приблизительно как бы у всех одинаковые. Вот это важно. Ну, конечно же, очень важен момент, связанный с тем, что уходит, практически ушел уже Резняков. Видимо, будет отправлен послом в Великобританию. Я думаю, это розовая мечта или голубая его второй жены. Вот она будет с женой посла в Великобритании. Будут жить. Денег, я думаю, у них достаточно, так сказать. Тяжелым трудом заработанных за это время. Поэтому жизнь у них будет прекрасная. И на его место уже ясно. И Зеленский его всячески, так сказать, поддерживает и облизывает. Это вот этот Умеров. 1982 года рождения. Ну, если посмотреть биографию, биография, прямо скажем, такая. Не просто рядовая, а вообще так. Даже, в общем-то, чистить туалеты не пускали. А теперь ставят на посты министров обороны. Очень он связан. И много есть материалов по поводу его связи и с Ахметовым, и с Абрамовичем. Но, естественно, с Турцией. Позиционируется как очень радикальный мусульманин. Якобы Ахметов подарил там их какому-то движению вот эту бывшую территорию киевского песс-завода, который Сармат тогда его выкупил, забрал. Вот, и там они строят сейчас огромную, в Киеве самая большая мечеть будет соборная. Вот, ну, правильно, что там, в православном Киеве. Правильно, Лавру уже превратили непонятно во что, Киево-Печерск. Это будет, может, исламская мечеть, это культурный центр, это нормально. Это очень здорово. Зеленский, ты просто молодец. Поэтому Миров будет министром обороны абсолютно без подготовки, без знаний, без компетентности, без квалификации. Просто, ну, сейчас время такое, время такое, я думаю, что недолго он будет, это все очень будет скоротечно, эти люди, так называемые однодневки. Особенно в случае сейчас пробития фронта в районе Харькова и Лимана. То есть, по сути, власти надо будет бежать, потому что будет сразу, ну, как там они пойдут, будет Харьков захвачен со всеми вытекающими последствиями. То есть, вот такой калинкор. Таурус не дают, показался этот, как он, Шольц якобы упал на пробежке. Вот, говорит, шел, подскользнулся, упал, очнулся. И, так сказать, все лицо забитое оказалось. Как это произошло, что он на лицо упал? Вот, такое впечатление, что ему кто-то в глаз дал. Причем так хорошо, чем-то навернули, вот, или чем-то бросили, попали на пробежке. Наверное, что-то бросили реально. Вот, ну, они врут, что это, типа, он упал. Вот, если человек бегает регулярно, три раза в неделю, вот, с очень знакомого маршрута, по очень такой выверенной дорожке, то такие вещи не случаются, так просто. Скорее всего, кто-то ему хорошо запустил в глаз. Вот, это очень серьезно. То есть, они делают мину, хорошую мину при плохой игре, но видно, что это произошло. То есть, в Германии очень плохая кадровая ситуация, политическая, видно, что там все уже, так сказать, закипает. Но ракеты при этом Шольц Таурус не дает, нельзя их давать. Ну, потому что он друг Байдена. Байден не дает эти большие ракеты. Этот маленький, этот тоже не дает, такие однотипные ракеты. Они в одну дуду дудят. Вот, такое хотел бы вам описание сделать. То есть, конечно, назначение. А уже на фонд идет девушка, там, мадам, которая, у нее есть сестра. А сестра, как Дубинский дает информацию, опикается итальянской виллой семьи Зеленских. То есть, ну, все нормально, как бы так. Зеленский молодец. То есть, как говорится, своя рубашка, да, Володя, ближе к телу. Сам о себе не позаботишься, никто не позаботится. Но при этом, конечно, надо бороться с проклятыми коррупционерами. Это правильно. И примером является то, что они сделали по Коломойскому. Ясно, что Коломойский не сдаст, а подал апелляцию, подаст. То есть, будут разбирательства, будут какие-то вещи всплывать. То есть, время на Зеленского не работает, прямо скажем. Он находится в агонии во всех положениях. Это натуральная агония. Поэтому идут такие назначения этого Умерова, чтобы поддержать Турцию, татары, чтобы поддержали, какие-то деньги дали. То есть, вот в таком ключе. Ну, конечно, это очень плохое назначение, прямо скажем, очень неудачное. И оно будет иметь чрезвычайно трагические последствия. Ну, такой бы я вам сделал сейчас материал по поводу, так сказать, назначений. По поводу того, что ситуация очень сложная на фронте. В любой момент может перевернуться эта вся система. Ну, и по поводу того, что, собственно, уже как бы становится понятным, что назначения, которые осуществляются, это чисто такие кумовские отношения. Это отношения «ты мне, я тебе». И ни о какой демократии, прозрачности, еще о чем-то даже не может быть речи. Ну, такое я сделал бы вам еще одно видео на сегодняшний день, на 0.04, 0.09. Ну, и Верховный Совет очень послушный. Практически у нас самостоятельного высшего законодательного органа уже нет. Он превращен просто в подстилку Зеленского и Ермака. И их верхушки там, Арахами и так далее. Стофичука. Вы с Олегом Сотским на моем канале большом. Подписывайтесь. До новых встреч.